Казахстан должен стать страной, где будут созданы одни из самых безопасных и комфортных условий для проживания людей. Эта мысль является центральной в послании главы государства народу Казахстана 2014. И этой цели в конечном итоге подчинены все задачи, изложенные в программном документе, в котором четко очерчены основные цели в экономике, социальной сфере и здравоохранении. А транспортную структуру президент назвал кровеносной системой экономики Казахстана. С дорогами, прежде всего железными, связана жизнь десятков тысяч казахстанских семей. А товары и услуги, созданные железнодорожниками, один из главных источников дохода страны. Транспортная инфраструктура – это кровоносная система нашей индустриальной экономики и общества. Развитой страны без качественных современных магистралей не бывает. Кроме того, для Казахстана пути сообщения имеют важное значение. И по огромности его территории, и важности расположения между Европой, Азией, Севером и Югом. Железные дороги сегодня становятся двигателем экономики Казахстана. По ним в прошедшем году было отправлено около 20 миллионов пассажиров. И перевезено через одну только казахстанско-китайскую границу почти 19,5 миллионов тонн грузов. Железнодорожная отрасль развивает регионы, создает производство и новые рабочие места. На этой неделе в самой крупной компании страны рассказали об итогах работы за последний год и об амбициозных планах, которые Казахстан-Темиржулы строит на год текущий. И результаты работы оценил премьер-министр Серик Ахметов, который назвал конкретные проекты, реализуемые сегодня железнодорожниками. Идет производство электровозов в столице, выпуск крупного вагонного литья на востоке нашей страны, востокмашзаводи, производство маневровых тепловозов ШУ Джамбалской области, запускают скоростные маршруты с новыми составами. Проводится большая работа по капитальному ремонту наших железнодорожных вокзалов. По крайней мере, очень серьезные сдвиги в этом направлении, на которых население сегодня говорит. Компания фактически создана нового транспортного машиностроения с объемом выпуска продукции 206 миллиардов тенге в 2013 году, что в 20 раз превышает показатель уровня 2008 года. И запланирован объем до 300 миллиардов тенге в 2015 году. В 2013 году КТЖ усилило мощности первых отечественных предприятий железнодорожного машиностроения. Увеличен объем экспорта казахстанских тепловозов «Эволюшн». Встали на рельсе электровозы КЗ-8А. Завод «Тулпортальга» выпустил в эксплуатацию 160 новых скоростных вагонов. Эта техника позволяет значительно обновить подвижной состав казахстанских железных дорог. В 2013 году по сравнению с 2008 износ локомотивов снизился с 78 до 64 процентов. Пассажирских вагонов с 75 до 58 процентов. Крузовых с 71 до 46 процентов. Приобретено модернизировано 135 локомотивов, 3154 грузовых вагонов, 288 пассажирских вагонов, осуществлен капитальный ремонт 631 километра. В результате начатая в 2008 году реализация масштабной инвестиционной программы позволила в 2013 году обновить 933 локомотивов, 35 тысяч, более 35 тысяч грузовых вагонов, 937 пассажирских вагонов. В 2013 значительно расширилась железнодорожная сеть Казахстана. 11 мая был открыт железнодорожный переход на новой стальной магистрали «Узень» – госграница с Туркменистаном. Она стала частью международного коридора, который соединяет Китай, Казахстан, Туркменистан со странами Персидского залива. По новой дороге уже перевезено более 330 тысяч тонн металлопроката, зерна, муки и продовольственных грузов. Как Казахстан, так и Туркменистан, мы материковые страны, не имеющие выхода к морям. Железнодорожные сообщения между нашими странами открывают новые возможности, прежде всего для предприятий наших государств. Стимулирует товарооборот, экономический рост. Территория центральная Азия является естественным коридором транспортного сообщения по направлениям северо-юг и восток-запад, обеспечив выход на крупнейшие мировые руки. И в этой связи реализация проекта железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран предоставляет огромные возможности в контексте оптимизации транспортных потоков на евро-азиатском пространстве. В конце декабря 2013 года в рамках общенационального телемоста президенту страны показали кадры стыковки строящихся участков железных дорог Жисказган-Бенео и Аркалык-Шубарколь – самой крупной железнодорожной стройки за историю независимого Казахстана. Важность новых железнодорожных линий президент еще раз подчеркнул через месяц, уделив строительству железной дороги отдельный блок в своем послании народу страны. Мы строим новую железную дорогу в протяженности 1200 километров Жисказган-Шалхар-Бенео. Это свяжет напрямую восток-запад страны, оживляя множество регионов по пустынным центральным районам Казахстана. Это грандиозная стройка, она будет завершена уже в 2015 году. Соглашение с Китаем, о котором говорит Нурсултан Назарбаев, было подписано 7 сентября в Акарде. Согласно ему, Казахстан построит собственный терминал в китайском порту Ляньюньган и использует его для развития нового транспортного коридора и выхода в Тики-Океан. К строительству масштабного проекта планируется приступить во второй половине этого года. Общий объем инвестиций в терминальный комплекс составит 15 миллиардов тенге. На отчетной встрече Оскар Мамин сообщил, что в текущем году будет развернута работа по созданию терминальных комплексов как за пределами страны, в Китае, Прибалтике, на Черном море, так и внутри Казахстана. В текущем году начнется реализация проекта создания сети транспорт-логических центров в регионах Казахстана первым этапом строительства ТЛЦ в городах Астана, Павлодар, Шимкент, Ахтау, Атарау. Общая площадь данных объектов составит 1,6 миллиона квадратных метров. Из них площадь крытых складов класса А и Б – 336 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в текущем году составит 64 миллиарда тенге в эту инфраструктуру. В конце прошлого года впервые в истории Казахстана была создана сухогрузная морская компания и приобретены два первых судна. Это позволит построить работу по модели «Свой груз, свой порт, свой флот». К 2020 году КТЖ планирует приобрести порядка 20 судов и значительно расширить мощности морского порта Актау. Занимается компания и стратегия развития аэропортов. В 2013 году в Казахстанте Миржолы были переданы 4 воздушных гавани в Астане, Кокшитау, Петропавловске и Костанае. В 2014 году планируется передача еще 7 аэропортов. Результаты нового менеджмента рассчитывают увидеть уже через год. В настоящее время завершается разработка бизнес-моделей управления сетью аэропортов, нацеленная на генерацию чистого дохода, увеличение доходов от неавиационных услуг по сравнению с 2013 годом на 30%. В 2014 году планируется обеспечить рост пассажиров и грузопотока на 15% по сравнению с 2013 годом. Глава правительства отметил, что КТЖ занимает особое место в экономике Казахстана. Поэтому и внимание к компании, как со стороны руководства страны, так и от населения, особое. Недочетов на железной дороге быть не должно. К примеру, за качеством услуг в пассажирских вагонах руководители подразделений должны следить лично. Сергей Кахметов подчеркнул, что повышение тарифов на проезд – мера необходимая, но вместе с ценой должен повышаться и уровень обслуживания пассажиров. Сами руководители ответственных подразделений и компании должны регулярно ездить и проверять состояние санитарных норм и качество обслуживания. Ездить, попробовать проехаться плацкартным вагоном, ну, по крайней мере, в купе посмотреть, как у нас работает. В этом году будет дополнительно введено 5 новых маршрутов. Эти маршруты пользуются большим спросом. И вот то, что у нас практически почти 10% рост отправленных пассажиров, говорит о том, что потребитель ждет новых продуктов, новых предложений. Пять скоростных маршрутов, о которых говорит Оскар Мамин – это Астана-Козеларда, Алматы-Актубе, Астана-Усть-Каменогорск, Алматы-Усть-Каменогорск и Алматы-Ташкент. Таким образом, к 2015 году скоростным движением с центром будут связаны все регионы страны. Планируется, что до 2020 года развитие транспорта и логистики обеспечит Казахстану рост ВВП еще на 1% дополнительно. Казахстан-Семиржолы к этому времени собирается увеличить объем транзитных перевозок через территорию Казахстана в два раза, создав при этом 28 тысяч новых рабочих мест. А уже в этом году компания планирует заработать не менее 122 миллиардов тенге чистого дохода. Виталий Поповченко, Сулейменов, СТВ, специально для Панорамы недели.